Доброе утро! Доброе утро! Климера! 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 Сегодня блондинка и брюнетка будут заказывать кофе на Кипре. Ольга, вы любите кофе? Да. Какой кофе вы любите? Я люблю кофе с молоком, но живя на Кипре, уже привыкла и к черному. Сколько раз в день вы пьете? Один-два раза. Я много. Я кофеман. То есть утром, днем, вечером? Да, обязательно. Обязательно. И мне очень нравится здесь, потому что кофе пьют рано утром. Мне нравится ребенка отвезти в школу и заехать на кофе с моей подругой-блондинкой. Без мужей. По девичьи. И как-то такой заряд бодрости. Ну, мы его, конечно, знали, кофе как турецкий, да, пока жили в России. А здесь он греческий. И я уверена, официант скажет, кипрский нас просит кофе. Кофе бывает разный. Вот у вас словарик, Ольга. Почитайте, пожалуйста. О-кафес. Скетус – это кофе без сахара. Простой. Скетус. Скетус. Да. Гликоз сладкий. Это, как говорят, две ложки сахара. Две ложки сахара. Метриус средний. Одна ложка сахара. Фрапе – это холодный кофе. Это холодный взбитый. Взбитый кофе. Не каждый официант умеет делать фрапе. Да? Да. Есть свои секреты, да? Есть свои секреты, да. И поэтому те, кто подрабатывал летом в кафе, в тавернах, студенты, уже будучи взрослыми людьми, они настолько избирательны. Они могут несколько раз отправить официанта назад, что это плохой фрапе. А, понятно. Плохой кофе. Но это надо еще научиться этому вкусу. Смотря как взбил, сколько молока, сколько сахара. Я не умею делать фрапе. Ну, фрапе, да. А, вот фрапе же может быть с молоком. Да, конечно. Ну, так будет. Фрапе – мегала. Мегала. А фрапе без молока – фрапе – хориз. Хориз. Гала. Молодец. И еще со льдом и безо льда. Фрапе – ме… Сейчас. Давай. Фрапе – ме паго. Угу. И безо льда – фрапе – хориз паго. Да. А, еще может быть полностью на молоке. Когда большая часть составляет молоко. Без воды только молоко. Мегалоко и кофе – это фрапе ологала. Ологала. И также может быть метриогала. Угу, метрио, глико. Глико. Ты любишь вообще фрапе? Не очень. Не очень. Я, видимо, еще не привыкла к этому вкусу. А вот по жаре надо. И он еще может растягиваться. С утра возьмем фрапе и до обеда. Ну, это я наблюдаю, да. Как местные жители постоянно ходят со стаканом кофе. Так, еще у нас есть кофе с мороженым. Мороженое. Пагото. Паго. Лед, а мороженое пагото. То есть кафе – ме пагото. Да. И надо акцентировать свое внимание. Здесь нет редукции. В русском языке мы говорим мороженое, хотя пишем мороженое. В греческом языке какая буква, такой и звук. Пагото. Пагото. Нельзя пагото. Пагото. О произносим четко О. Пагото. Еще, пожалуйста, и благодарю, да. Пожалуйста, паракало. Благодарю, Эх, Христов. Да. А сколько? Посо. Посо. И самое главное слово. А, счет, да. Счет. Непроизносимо. Лога… Давай, давай. Логаризмос. Лога… Лога… А, давай покакаем. Логаризмос. Логаризмос. Вот. Счет. А дальше как будет бухгалтер? Логистрия. Логистрия. Логистика. Логистика. То есть счет – это логика. Пришел и выпил, заплати. Бесплатно нельзя. Так, еще у нас есть слово «да». Это «не». Угу. Нет. Охи. И… А, «точа сию минуту». Амэсос. Красиво, да, звучит? Амэсос. Амэсос. Ну и евро… Евро. 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 Вот и мы скажем, евро нас помилит. Конечно. Ну, еще бы, да, нас не поняли. Сейчас давай перейдем к диалогу. Я тебе приготовила диалог. Угу. Ты мне его прочитаешь? Пожалуйста. Так. Калимера. Калимера. Да, до 12 дня. Калимера. Калимера сас. Доброе утро вам. Калимера сут тебе. А можно просто калимера. Ну, тут очень часто я слышу «ясос», «ясос». «Ясос» – это «здравствуйте». И когда уходим, тоже «до свидания». Но его можно употреблять в любое время дня и ночи. Конечно. С утра и до утра «ясос», «ясос», «ясос». И когда мы покидаем помещение, уходим, тоже «ясос». И местные жители часто тоже, они просто «я» говорят. «Я» – это «пока». А, это «пока». А вообще большая просьба к россиянам. Вы когда заходите в помещение, в магазин, к врачу, здоровайтесь. Потому что кипроты все время спрашивают, а почему они заходят, садятся и молча сидят. Здоровайтесь, улыбайтесь. Улыбайтесь чаще. Итак, «ясос». И когда мы покидаем, уходим, тоже «ясос». А еще как можно поприветствовать? «Херите». «Херите» – это какое-то очень уважительное. Уважительно, да. В Греции больше слышишь «херите». И когда мы уходим, до свидания, тоже «херите». Тоже. Нельзя запомнить, потому что «здравствуйте» и «до свидания» одинаково. Да, «ясос», «херите». «Ясос», «здравствуй». А я – «пока», «пока». А можно сказать «прощай», такой итало-испанский, какой-то португальский. А, «адзио». «Адио». «Адио». «Адиос», «бэйби», такой. «Энон кафе паракало». Вот. Обратите внимание. «Энон кафе». «Энон» – это один. Но когда мы заказываем, мы склоняем. «Энон кафе паракало». Один кофе. Если вы скажете «энон кафе», вас поймут. Это грамматическая ошибка, не лексическая. «Энон кафе паракало». «Глико и скето». «И». Это «или», да? «Глико и скето». «Метрио». 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 «Так, что еще?» «А я скажу «Амэсос» сию минуту». «Амэсос Кирио Ольга». «А вы мне что скажете?» «Эфхаристо». «Эфхаристо». «Да». «Метрио», «Калибера». «Энны кафе паракало». «Киприаго». «Не». «Метрио». «Окей». «И здесь, счакро в «Эфхаристо». «Опускантах». «Легко?» «Легко». «Получилось». а как же кофе с водой вот я сказала не плода заказала не христа а щетка циклами пожалуйста на другой совсем не арабика который обломал такой кофе а откуда это попу и не окаф с вразилия германия африка кипро кипро кипрске на множество кто-то сейчас говорить а попу и не окаф с а то что кафе спарает а вот и киприя киприя кипрске кофе что вы и выращивают его на кипре пара гетестинки выращивать на кипре а слегка все все легко си а тут интересно и в христо кипрске пройдет в лантанце и кофе тут есть а